Здравствуйте, дорогие нумизматы! Поговорим еще немножечко о советских серебряных монетах выпуска 20-х годов. Тема обширная, написано немало книг, статей. Многие собирают эти монеты, рубли, полтинники ранних советских лет. В связи с тем, что такое коллекционирование не слишком затратное посредством, тем не менее вариантов много. Одних только полтинников выделяются десятки разных вариантов с небольшими отличиями, где и разные изображения молотобойца, и ширина канта, многое-многое-многое другое. Но мы поговорим сегодня о рубле, наверное, самым известном советском рубле, серебряном, рабочий и крестьянин. Рубль 1924 года. Монета красивая, яркая, интересная и, естественно, для коллекционеров содержащая немало сюрпризов. Исторически выделяются две основные разновидности этого рубля, отличающиеся совсем, казалось бы, незначительными элементами гербовой части. Если посмотреть на герб СССР, то с края, с правой стороны, самый ближний к земному шару колосок содержат на стандартной монете две тонкие-тонкие ости окончания, травиночки, либо одну. Так и называют монета с одной и с двумя остями. Действительно, отличие небольшое, плохо видимое, не всегда различимое. И, тем не менее, по этому признаку выделяются два основных вида. И хочу сразу сказать, что если, конечно, подходить к вопросу серьезно, можно понимать, что наличие или отсутствие той самой травинки, ости, ничто иное, как следствие постепенного износа и ремонта инструмента. В процессе работы инструмента одна из остей затиралась, происходило это постепенно. В конце концов, на каком-то количестве экземпляров мы видим только одну ось. Причем, вполне возможно, происходило это даже не на маточнике, а на подготовительном еще инструменте. Ну, а на штепелях, соответственно, лишь отражался конечный результат. Поэтому мы встречаем большое количество монет с одной осью, то есть с потерянной в результате износа осью, но на чекане совершенно новым инструментом, новым штемпелем, снятым соответствующего маточника с таким дефектом. И как хорошее объяснение этой ситуации привожу в пример рубль, в данном случае из моей коллекции, где та самая ось потерянная присутствует частично, то есть дважды прерывается и снова продолжается. Из этого мы прекрасно видим, как постепенно деградировал инструмент, как на нем буквально исчезала та самая ось, создающая два разновида. Собирать монеты именно по этим разновидам или нет, конечно, решает каждый, но в данном случае моя задача была высказать версию, как эти разновиды получились. Что касается другой стороны монеты, то есть изображения, собственно, рабочего и крестьянина, здесь также выделяют некоторые отличия, но чаще всего вместо прямоугольных окон здания, которые хорошо видны на изображении, выделяют разновидность так называемыми квадратными окнами, когда форма этих окон именно квадрат или приближенная к квадрату. Хотя у этой монеты есть и некоторые другие отличия, это расположение пальцев на плече у крестьянина, руки рабочего, форма и длина трубы на заводском здании, но все эти элементы отличия объясняются также. Постепенно деградация инструмента, его почистка, ремонта, подгравировка и как результат небольшого изменения в изображении. Также удавалось неоднократно видеть, когда форма окон неясная, окно не имеет ни формы квадрата, ни формы прямоугольника. Элементы, очерчивающие окно, частично разрушены. Вероятное именно это частичное разрушение привело к последующим, к определенным работам с рабочим инструментом и превращение окон изначально прямоугольных в квадратные. Что же получается? Что у рубля 24 года настоящих разновидностей и нет, то есть тех разновидностей, которые принципиально отличаются друг от друга и изначально имеют в происхождении разный инструмент, а не инструмент как следствие деградации ранее использованного. И вот сегодня я покажу вам монету, встречающую еще крайне редко и очень необычную. С той же правой стороны, где мы часто видим утерянную травинку, ость у колоска, в данном случае мы видим распушенный, как веер, колосок с длинными остями до конца, которые аж заходят под центральную звезду изображения. Такой вариант нельзя объяснить ни износом инструмента, ни его подгравировкой. То есть для чеканки данной конкретной монеты использовался совершенно другой инструмент с другим вариантом изображения. А может быть это чья-то шутка на монетном дворе, когда имеющий инструмент умышленно испортили, дорисовав дополнительные элементы. Конечно, мы уже, наверное, не узнаем, как произошла такая монета, но она имеет место быть. Поэтому, опять же, призываю вас всегда быть внимательными, когда посмотрите даже, казалось бы, самые простые монеты, которые можно увидеть в любом нумизматическом магазине, на любой выставке, аукционе. Будьте внимательны, вас могут ждать совершенно неожиданные открытия и, возможно, у вас будет монета с необычным изображением, не характерным для других монет этого же типа, как и данный рубль с распушенным снопом колосков справа, известным буквально в единичных экземплярах, во всяком случае, на сегодняшний день. Большой вам коллекционерской удачи. Спасибо, до следующей нашей встречи. Итак, еще раз напоминаю, что для выявления основных различий рубля двадцать четвертого года по его гербовой части необходимо смотреть правый колосок. Самый ближний к земному шару колосок имеет две травинки окончания, называемые остями, как в данном случае, это стандартный вариант, или только одну травинку окончания, одну ось, встречающуюся реже, ценимую несколько выше. И, как я уже говорил, конечно же, появление монет с одной осью есть, скорее всего, результат деградации инструмента, его износа, починки, ремонта. И вот в данном случае представлен экземпляр, где та самая ось, травинка, вторая, теряется и снова появляется дважды. При большом увеличении это можно разглядеть. Таким образом мы видим, как постепенно эта травинка на инструменте исчезла, что и дало возможность нам сейчас говорить об отдельном варианте. Ну и, наконец, самый редкий вариант, уже необъяснимый просто износом инструмента, это распушенные кончики колосков с заходящими остями по центральную звезду справа. Редкий, интересный, необычный экземпляр. Будьте внимательны. Возможно, такой экземпляр вам удастся встречать.